В обновлении 9.6 изменится механика стрельбы, старые карты обновят ландшафт, появятся новые HD-модели танков и ещё пара приятных моментов. Уменьшилась дальность обзора большинства ПТ-САУ в разной степени для каждой конкретной машины. Некоторые низкоуровневые танки видели почти так же далеко, как высокоуровневые, и пользовались чрезмерным преимуществом. Их изменения затронули сильнее остальных. Так, американская Т-40 уменьшили обзор с 400 метров до 310 — среднего для четвёртого уровня значения. Благодаря этому у незрячей техники вырастут шансы против ПТ — укрепиться роль лёгких танков в разведке. Кстати, у ЛТ шестых седьмых уровней параметры стали лучше. Понизились характеристики только у Т-37 и М-41. Но не все изменения техники в обновлении 9.6 технические. Танки «Лев», «Фердинанд», «Тигр-П», «Т-95», «Объект-704» и «АМХ-50Б» — похвастают новыми HD-моделями. Из новинок в версии 9.6 появились два премиум СТ восьмого уровня — французский «АМХ-CDC» и японский СТА-2. Француз — далеко не обычная машина. Он очень быстрый, по скорости уступает разве что Батшату. 1200 л.с. при массе в 34 тонны позволяют ему мгновенно разгоняться, несмотря на большие габариты. Вот только за динамику приходится платить бронёй. У танка слабая защита, что характерно для многих машин этой нации. У орудия «АМХ-CDC» высокая скорострельность, а снаряды хорошо пробивают броню и наносят средний урон в 240 единиц. К тому же пушка отлично склоняется вниз, что позволяет с комфортом воевать на холмах. СТА-2 — это первый японский премиум восьмого уровня, похожий на СТА-1. У него скорострельное орудие с хорошими углами вертикальной наводки, а урон также 240 единиц. Разброс великоват, хотя его сглаживает отличная стабилизация. В целом СТА-2 — это классический японец. В игре действует механизм, который рассчитывает кучность стрельбы в круге сведения. В обновлении 9.6 он слегка изменился. Вероятность попадания снаряда в центр стала ниже — 10% вместо 16. Оставшиеся 6% равномерно распределились по остальной области круга. Это изменение в первую очередь уменьшит количество точных попаданий без сведения, особенно на ходу. В остальном снаряды по-прежнему стремятся в центр круга. Продолжают сглаживаться ландшафты карты. На этот раз изменились Прохоровка, Редшир и Степи. Небольших ям и холмиков на них стало меньше. На карте «Рудники» поменялась область горы. Теперь подъём на неё почти одинаковый для обеих сторон. Так она стала более сбалансированной и появилась в режиме командных боёв. А вместе с ней — Ласвель и Песчаная река. Специальности членов экипажа теперь можно менять. Новая опция полностью переучивает танкистов, позволяет заново распределить навыки, овладеть новым танком и выбрать другую профессию. В укрепрайонах появились два новых расходника — арт-удар и авиа-удар. Переработано окно контактов. Теперь люди, которых вы добавляете в друзья, могут добавить вас в ответ. Это позволит вам видеть, чем они заняты — участвуют в бою или сидят в ангаре. Соответствующий статус отобразится в списке контактов. Также появились фильтры, которые позволят разбить список на группы и категории. Удачных боёв! Субтитры создавал DimaTorzok